Если любительские виды спорта доступны практически каждому, то пройти в профессиональный спорт имеет возможность единицы. К большому сожалению, молодые люди с отличной базовой подготовкой, но без финансовой поддержки, не могут выехать на соревнования мирового уровня. Мы узнали, что в городе и районе есть девушки и юноши, которые могут достойно представить Измилу Украину на Мировом форуме боевых искусств, который состоится в октябре 2021 года в Токио. Нам стало известно, что в Измиле Федерация боевых искусств инициирует создание команды-сборной от города и района, которая на 15-м чемпионате мира в Токио в октябре 2021 года может выступить как в индивидуальном, так и в командном ката и кумите. Наша съемочная группа встретилась с многократной победительницей первенств чемпионата мира Европы Анастасией Новожениной. Сейчас Настя курсант Измилского военно-морского лицея. Из последних ярких побед девушки две серебряные медали на 14-м чемпионате мира в Токио в 2019 году. На камеру она рассказывает, чем кино отличается от настоящей встречи с соперником. Я не почувствовала себя на съемках фильма, потому что все-таки там, можно так сказать, постанова, и это другой мир. И я увидела все так, как есть на самом деле. Это жизнь. То есть там есть просто татами, есть соперник и ты. Все. Твое оружие – это руки, ноги, никаких стульев, никаких столов. Ты выходишь, ты понимаешь, что у тебя ничего нет. Ты должен себя защитить тем, что у тебя есть. Анастасия – воспитанница сенсея Владимира Медведева, официального представителя Федерации шатыкан-карате ДО в Одесской области. Он нам рассказывает еще о пяти сильных каратистах. Перечислил, кто в сборную мог бы войти без Арабии. Девушки. Анастасия, понятно, многократный чемпион. Это старая Некрасовка. Дели Анастасия – старая Некрасовка. Переверза Александра, она тоже тренируется, у меня аттестацию проходит, но она занимается. Юрия Сергеевича Будникова. Центр изучения боевых искусств и оздоровительных систем Юрий Будников. Юноши, кадеты – это Куренков Андрей, он призер чемпионата Украины уже действующий. Токарчук Святослав. И села Старой Некрасовки – это Олег Иваненко. У них реально есть перспектива, насколько я вижу. Естественно, последнее слово будет за Сенсея Касуи, когда в июне он будет определять. Они легко пройдут в область, легко в Украину. Владимир Владимирович объясняет, что до чемпионата мира в Японии по шатакан карате до пройдут соревнования на уровне области. Отобранные будут участвовать в 2021 году на чемпионате Украины. В Киеве пройдет окончательный отбор в сборную, которая поедет на чемпионат мира в Японию. Отбор на чемпионат проводит японец, всемирный мастер-обладатель девятого дана «Черный пояс боевых искусств» Хитоши Касуя. Японский сенсе на семинаре, состоявшемся с 30 октября по 2 ноября, особенно выделил базовую технику Анастасии Новожениной. Я надеюсь на то, что я займу призовое место. На меня вдохновляют слова сенсея Хитоши Касуя. Настя должна занять первое место. Я, конечно, постараюсь и надеюсь, что у меня все-таки все получится. Многие федерации есть на территории области. Городы Измаила также и так далее. Разные направления. Я не буду перечислять, многие знают. Карате, тикбокс и так далее. У них даже возможности такой нет, чтобы попасть и получить приглашение на этот мировой форум карате, чемпионат мира. Вот о чем речь. Они при всем желании, при финансовой подготовке, может кто-то помог бы, меценат какой-то солидный, их туда не пригласят. А почему? Вот это вот и есть классика нашего направления. Шотокам, каратедо, WSKF. Это мировое еще, вот это японские все легалии. И есть отдельное, как бы, если они могут заниматься, ну как бы правильно объяснить, есть направление ВКФ, ВУКФ, ВКЦ. Это всемирные федерации, там более четырех стилей. Гадзюрю, ситарю, водырю, шотокам. Это спорт. Вот у нас даже есть направление Гадзюрю, это также считается спортом. Наш направление WSKF, повторяю, мастера наши, которые, они произносят и говорят. Это всемирная федерация шотокам каратедо, боевых искусств. Вот поэтому здесь вот такое вот, как бы, привилегия у нас. Итак, есть перспективные каратисты Юга Бессарабии, у которых все шансы быть отобранными для участия в чемпионате мира по шоткан-каратедо в 2021 году и занять призовые места. Местные бюджеты городского и районного совета в силах профинансировать команду от Бессарабии, если депутаты примут такое решение. Тогда тандем, финансы местного уровня и профессионализм спортсменов сыграют ключевую роль для подъема авторитета наших спортсменов как на уровне области, так и всеукраинского и мирового уровней. Дети Бессарабии могут реально поучаствовать в чемпионате, в 15-м чемпионате мира в Токио. Задача, к которой я обращался, это, чтобы депутатский корпус района и города постарались внести в бюджет и профинансировали нашу сборную команду Бессарабии на чемпионат мира. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok